Барух ата Адонай Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Тару Свою. Благословен Ты, Господь, дающий Тару. Аминь. Располагайтесь, удобно. Итак, на этой неделе завершается книга «Дворим» и завершается цикл чтения Тары. Тары. Это торжественное событие, а также торжественное событие будет в следующий шаббат, когда будет праздник Симха Тара, когда начнется новый цикл Тары. И завершается Тара благословением. Вы знаете, я очень люблю читать благословения. Это очень наполняет силой, это наполняет радостью, это вдохновляет, это мотивирует. И наши праотцы, патриархи, они, уходя с этой земли, они благословляли, благословляли свое потомство. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью Своей. И третий стих. «Истинно Он любит народ Свой, все святые в Его руке, все святые Его в руке Твоей. И они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим». И Моисей говорит о том, что припаликс, да, то есть люди внимательно слушают, люди вникают, люди учатся. И в иудаизме, и в христианстве. Это путь ученичества. Это Маше Рабейну. Маше – это великий учитель Израиля. Маше – это ключевая фигура в иудаизме. Также в христианстве, в христианстве Ишуа о Машеах, его также называли учителем. Учителем. А потом они уже, после того, как Ишуа вознесся на небеса, только потом начали называть их христианами. Всегда говорили, вот это ученики Христа. Ученичество – это важнейший путь для нас, для тех, кто примирился с Богом, для тех, кто последовал за Ним. И Моисей благословляет, благословляет первым, благословляет Рувима, первенец. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. И так он благословляет все колена. Это нам что-то напоминает. Мы помним, как Яков, когда он уже понимал, что он уже скоро умрет, то он тоже собрал всех своих сыновей и благословил каждого. Каждого, но у каждого было персональное благословение для каждого. И здесь эти благословения, они очень торжественно так звучат. И если вы не прочитали эту недельную главу, это 33-34 главы, завершающие главы книги Дворим, то я рекомендую, прочитайте. У меня есть такая уверенность, что у вас еще больше поднимется настроение. И далее я хочу обратить внимание на Иосифа. Вообще-то Иосиф, вот лично для меня, он очень близок. Я вижу в нем очень много общего, в моем характере очень много общего. И об Иосифе сказал, да благословит Господь землю, его вожделенными, дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами, холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа, на темя наилучшего из братьев своих. И Моисей назвал его наилучшими из братьев. И, ну, я считаю, он это заслужил. Мы знаем, что Иосиф, он много страдал, его отвергли братья, и очень много страданий он перенес, но Бог его очень сильно за это благословил. И в этом формировался его характер. И я прочту об Ашере, Ашер, в синодальном переводе Асир, правильнее, на святом языке Ашер. А что значит Ашер? Это значит «счастливый». И там, где пишется «блажен», это значит «счастливый». То есть, это если прямой перевод, это «счастливый». Об Ашере сказал «благословен». Вот это провозглашать, очень хорошо провозглашать. Вот кто любит провозглашение, вы помните, написано в книге Иисуса Нави «да не отходит». Книга — это от уст твоих, то есть провозглашать, озвучивать это слово, оно оживает. И здесь очень хорошее провозглашение. Об Ашере сказал «благословен между сынами Ашер». Он будет, это 24 стиха, между сынами Ашер, Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь, запоры твои, как дни твои, будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву. Только что пели, да? Нет таких, как Ты, Господи, Который по небесам принесся на помощь Тебе И во славе Своей на облаках. Прибежище Твое, Бог древний, И Ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица Твоего И скажет «истребляй». Господи, дай нам это, дай нам это в Украину Ради сынов Твоих, ради детей Твоих. «Блажен Ты, Израиль, кто подобен Тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий Тебя, И меч славы Твоей, враги Твои раболепствуют Тебе, И Ты побираешь вы их». Вот такое торжественное благословение. И завершающая глава, немножко грустная, это смерть Моисея. Моисей знал, что Бог ему сказал, что поднимись на гору и приложись к отцам своим, поднимись на гору, и там ты умрешь. И Моисей поднялся на гору, ему было 120 лет. И тот, кто из вас поднимался в горы, я когда в молодости, это в 80-х годах, я занимался альпинизмом, немножко скалолазанием. Подниматься на гору, еще и с грузом, обычно с рюкзаком. Ну, это непросто, и не каждый этого хочет. Но поднявшись на вершину, ты испытываешь что-то особенное. Причем ты приходишь усталый на вершину, и ты в каком-то смысле не совсем понимаешь своего счастья. Вот когда ты уже спускаешься, это к тебе приходит, очень много воспоминаний таких, которые тебя ободряют очень часто, какие-то трудные моменты. Вот это вот, когда ты поднялся, преодолел свою усталость, ты поднялся на эту вершину, и ты все видишь. Все, что вокруг, то, что невозможно увидеть внизу. И Бог показал, показал Моисею, когда он зашел на вершину, всю землю Нефалимову, всю землю Ефремову, Монасину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря. И сказал ему Господь, вот земля, которая клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря, семени твою дам ее, и дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. Ты идешь ко мне. Все. Твоя миссия выполнена, твоя миссия закончена. И мы помним, очень хорошие слова сказал апостол Павел, течение совершил, все, что должен был он сделать, все он сделал. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине, в земле Моавицкой против Эфегоры, и никто не знает места погребения его, даже до этого дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не истощилось, и оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавицких 30 дней. И прошли дни плаща и сетования о Моисее. И тут интересное такое место, сыны Израилевы оплакивали Моисея. И мы помним, когда умер Аарон, тоже 30 дней оплакивали Аарона, оплакивал весь народ. Здесь пишется только лишь сыны Израилевы. Интересное сравнение Моисея и его брат Аарон. И есть такое понимание, есть такое понимание, что путь Моисея – это сверху вниз, путь Аарона – снизу вверх. Что это значит? Аарон, мы в Мидрошах знаем, что люди его очень… тот, кто интересуется, что народ очень любил его. Он часто примерял людей, он примерял супругов, тех, кто были в ссоре. Это был очень хороший душепопечитель, мы об этом говорили. И знаете, вот в одной церкви я видел, пришел один человек, он был пастор, и вот чего-то не хватало в этой церкви. И вот просто Бог его прислал. И он очень внимательный был, он подходил ко всем, он со всеми общался. И где-то через месяц, через два все начали это ощущать. Все заметили этого брата, который ходил, со всеми общался, всех приветствовал, ободрял. Тот, кто был грустен, он с ним общался, наставлял. Вот это вот душепопечительство, оно очень важно. Оно очень важно. И люди это помнят, люди это ценят. Не все ценят, но большинство людей. И интересный такой еще момент, что Моисей, вот мы, когда читаем, 120 лет, ого! И мы видим, человек, бывает, показывают по телевидению, человек, вот ему 100 лет исполнилось. И мы видим, обычно тоже такой уставший человек, скажем так, ему нелегко двигаться, ну, в всяком случае, вот то, что я видел. А здесь мы видим, что Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Ну, вот мне 50-54, ну, чтоб читать, так мне надо уже, чтоб очки одеть. А он 120 лет, отлично видел, отлично читал, и написал пять книг, вторых. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всей землей его. И по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля. И мы помним, что уже в таком почтенном возрасте Моисей поднялся на гору Синай. Кто из вас видел фотографии горы Синай, это такая гора, это не холм, это там надо идти, там не просто так даже, зайти на нее. Он принес скрижали. Потом он второй раз пошел, и Бог ему сказал, вытесши сам скрижали во второй раз, и неси их наверх. И вот он вытесал эти каменные скрижали и занес их наверх. То есть, действительно, мы здесь видим, я на это раньше не обращал внимания, как-то не замечал, что у него были сильные руки, чтобы занести каменные скрижали. Посмотрите фотографию горы Синай, и вы будете сразу поймете, что это очень непросто. Даже просто подняться на эту гору, без грузов. И хавтора, это книга Иисуса Навина. У всего есть свое продолжение. У всего есть свое продолжение. И путь ученичества Бог вознаграждает тех, кто следует за Ним. Бог вознаграждает и особенно оберегает. И в книге Иисуса Навина, первая глава, пятый стих. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя, и я не оставлю тебя. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Моисей умер, но Тара осталась. И на следующей неделе мы начнем новый цикл Тары. Это также радостное событие. Кто еще не изучал Тару глубоко, более внимательно, вникая в себя и в учение, я очень рекомендую, вдохновляю, пусть Бог в этом нас и меня и вас благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok